Привет, друзья! Вы на канале о моде и стиле Sony Cushion. Это первое видео, которое я снимаю с вот этим новым цветом волос. Этот оттенок называется Light Cooper. Сегодня видео, которое я не планировала. Такое бывает редко, потому что обычно я знаю на 2 месяца вперед, что я буду снимать, о чем я буду говорить. Просто сегодня я оказалась со своей хорошей подругой в торговом центре, до которого мне достаточно далеко ездить. А там есть магазин Zara. И вот именно сейчас я решила снять для вас такой небольшой шоппинг-влог, как выглядит Zara во время распродаж в Америке, в Калифорнии. И мои первые впечатления о новой коллекции, о том, что я увидела в магазине. Это очень интересное время пройтись по магазинам. Оно неправильное, но оно интересное. Неправильное оно, потому что уже самые интересные, самые хорошие вещи распроданы. Интересно посмотреть, во что превращаются вещи масс-маркета через полгода пребывания в магазине. И сразу же видно и качество ткани, и как она будет себя вести в носке. То есть их эти вещи еще даже не носили, но выглядят они так, как я сейчас вам покажу в своем влоге. Такой вот робот тут ездит, я не знаю, правда, с какой целью, и смотрит на меня. Мы сейчас в очень крутом торговом центре с Олесей. Он меня смотрит, остановился, и мне даже чуть-чуть страшно. Заходим в Зара, у меня большие планы. Надеюсь, осталось что-то интересное из зимней коллекции, и уже точно из весенней коллекции, которую я очень хотела посмотреть и вам. Цены такие 19 долларов, 13 долларов. И пока в магазине порядок. Самое отличное время начинать шопинг, самое правильное. Мы залезли к нам из 10 евро. И пока здесь все в порядке, можно что-то найти интересное. Будем искать. Искать придется долго, потому что это самый конец распродаж. Честно говоря, в этом году я совсем не хотела идти в Зару в конце, но так уж получилось. Искать, приближаясь к этим вещам, я вижу такие уставшие за зиму вещи, что их просто даже трогать не хочется. Я решила, что буду смотреть только новую коллекцию, а все вот это за 10 баксов меня уже не интересует. И вот в этой куче, непонятно чего, я нашла абсолютно шикарные вот такие ботинки. Они кожаные, в ковбойском стиле, без всяких дурацких лишних деталей. Очень нравятся мне. Сейчас они стоят 50 долларов. Однозначно я их куплю, день удался. Вот эти мне еще понравились. Но это 38 размер, и мне они просто огромные. 50 долларов, но размер не мой. Та коллекция, которая на распродаже перетекла в новую коллекцию. И новая коллекция имеет настолько печальный вид, что я даже не поняла, когда это произошло. Но вот здесь у них пались такие рубашки. У них по плечу и по руку вот такая вот полоска, отделка. Рубашка стоит 40 долларов. И скорее всего это какая-то натуральная ткань, сейчас вам скажу. Из всех цветов, конечно же, более-менее приемлемо белая. И это альтернатива той самой привычной белой рубашке, которая есть у каждой из вас, я надеюсь. И которую тоже временами необходимо обновлять в каждом гардеробе. Такая не очень впечатляющая смесь хлопка и полиэстера. Полиэстера 41%, хлопка 59%. Нет, я бы не стала ее покупать. Вот эта куртка мне понравилась. Это такой бомбер. Я, кстати говоря, сейчас в мужском отделе. Я вам говорила, что иногда стоит заглянуть и туда, и найти что-то, возможно, интересное. Все мне в ней нравится абсолютно. Текстура ткани, вот эта прошитая блестками. И как она выглядит в конце сезона, в принципе, безупречно выглядит. Но размер это медиум. Размер этот у меня будет все-таки велик. Если бы это было смол, то я, наверное, без колебаний бы ее купила. Хотя зачем? Вот понятия не имею. Носить ее исключительно будет тяжело. Но текстура ткани привлекает очень. Здесь в Зара два этажа. И на нижнем этаже уже куча людей. Потому что сейчас огромное количество вещей все еще на распродаже. Ну и я здесь тоже пройдусь. А вдруг. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Я первый раз вижу этот бренд, но вся внутренняя обстановка, все оформление коробочек очень похоже на MAC. Здесь я купила себе два карандаша, вот такие карандаши для губ, каждый из них всего 4 доллара. Я попробовала на руке, получается отлично. Ну и сегодня, вдобавок к этому, я здесь с Олесей, мейкапартист, и она сказала, что да, карандаши можете. Последние покупки косметики, и мы идем вон в то кафе, в Мейсен Депатисей, там вкусные пирожные. Я купила в Мейкс несколько интересных штучек, хочу попробовать вот такую оранжевую помаду, к рыжим волосам, я думаю, будет очень интересно. Еще Олеся мне посоветовала вот такую пудру, HD, белая пудра, 100% из минералов состоящая, идеальная для съемки видео, матирующий эффект лица. Вот такой вот набор карманных консилеров, можно смешивать с мейкапами, чтобы что-то такое серьезное загримировать. И вот эту пудру я решила попробовать, она такого холодного цвета, и тут как бы два оттенка. Она мелкодисперсна и выглядит классно на коже. Вот такие у меня сегодня покупки косметики. Наш шопинг в день сегодня был очень короткий, мы с Олесей бежим теперь по делам. Из того, что я сегодня наснимала, я буду делать небольшое видео-шопинг-влог Zara. И сейчас нам осталось только выпить по чашке кофе, десерты мы уже заказали, я взяла такие маленькие макарон, а Олеся взяла чизки. Сегодня в Zara я сделала достаточно удачную покупку форма ковбойских сапог, каблучок вот такой скошенный, достаточно высокий, красивый. Настолько комфортные ботинки, что этот каблук абсолютно не чувствуется, даже после того, что я какое-то время не ходила на каблуке. Если вы знаете, то я ломала ногу недавно. И надела эти ботинки, почувствовала себя абсолютно счастливой, сразу же их купила. Вы просто не можете не знать, что во всех соцсетях сейчас есть такой флешмоб, называется он 10 лет назад, челлендж, или 10 years ago, челлендж. По-разному называется, но суть одна, люди публикуют свою фотографию десятилетней давности и рядом публикуют свою фотографию сегодняшнего дня. Мою фотографию десятилетней давности вы можете увидеть в моем инстаграм, ссылку на свой инстаграм помещаю, конечно, в инфобокс под этим видео. Вы удивитесь тому, что увидите. Это все, что я хотела рассказать вам и показать в этом видео. Не забудьте подписаться на мой канал, если вы все еще этого не сделали. И если вам понравилось это видео, то, конечно же, ставьте ему лайк. Чтобы не пропустить новое интересное видео, нажимайте на колокольчик, и тогда вы будете получать оповещения всякий раз, когда выходит новое видео на моем канале. Ну а мы с вами увидимся в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok